МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Вестнике Северодвинска, сочинение, которое не писали пять лет, тысяча северодвинцев пыталась получить допуск к ЕГЭ. Потребовали уважать и следовать правилам. Сотрудники ГИБДД проверили парковки для инвалидов. Официальная символика и официальный статус. Город готовится провести акцию «Бессмертный полк». Получил СМС-ку, сняли деньги с банковской карты в городе. Новый вид мошенничества. Итоговое сочинение сегодня писали одиннадцатиклассники. Здравствуйте. В эфире Вестник Северодвинска в студии Сергей Курбан. За закрытыми дверями и под строгим наблюдением одиннадцатиклассники сегодня написали итоговое сочинение. Впервые за пять лет результаты работ напрямую повлияют на допуск к экзаменам, которые состоятся в конце года. О чем писали школьники, знает Марина Хохлова. Пока школьники пишут сочинения, прессу в кабинет не пускают. Условия проведения так же строги, как и на ЕГЭ. Ведь этот экзамен является допуском к единому государственному. К слову, итоговая тестация в подобном виде не проводилась уже пять лет. Старт в десять утра по московскому времени на написание – три часа пятьдесят пять минут. Темы сочинений разрабатывал Роспотребнадзор. Их школьники узнали за пятнадцать минут до начала испытания. Все досконально смотрели, проверяли. То есть нельзя было пользоваться ни мобильными телефонами, ни какими-то другими средствами связи, шпаргалками. Готовиться по заданным направлениям старшеклассники начали еще с начала учебного года. Екатерина Зинкова выбрала тему «Природа и человек. Созвучие или диссонанс». В работе рассуждала, опираясь на любимые литературные произведения. Там рассматривалось воздействие человека на сейгаков и волков. И этот пример меня очень задел, и я написала его, что человек не должен губить природу вокруг зверей, растений. На самом деле, в принципе, мы должны, ну, новое поколение, мы должны уметь излагать свои мысли на бумаге. То есть должны уметь мыслить и показывать это другим. Но, честно говоря, для тех людей, которые собираются заниматься наукой, математикой, физикой, я думаю, это, конечно, не играет столь большой роли, как для гуманитария. Чем интересно творчество Лермонтова, какие события помогают человеку взрослеть, что важнее – любить или быть любимым, а также тема страха на войне. Свои мысли ребята должны уместить как минимум в 250 словах. Люди испытывают страх во время войны, что хоть русские люди и сильные духом, и готовы защищать родину, но все равно испытывают это чувство. Школьников оценят по пяти критериям – соответствие теме, аргументации, привлечении литературного материала, композиции, логика рассуждения, качество письменной речи и грамотность. Для того, чтобы получить зачет по всему сочинению, достаточно получить один из зачетов по следующим трем критериям. То есть два обязательных критерия зачет и плюс еще один. Сочинение сегодня написали 1011 северодвинских школьников. Их работу проверят в течение семи дней. Для выпускников, кто с задачей не справится, предоставит шанс переписать работу 4 февраля и 6 мая 2015 года. Марина Хохлова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Лишиться жилья из-за долгов могут 500 северодвинцев. Задолжали горожане за отопление и горячее водоснабжение. Энергетики призывают нерадивых плательщиков встретить Новый год с чистой совестью. Помимо 500 уведомлений о возможном выселении направлено более 5000 обращений об установлении временного ограничения на выезд должника за пределы страны. Заявления на ограничение передвижения 68 человек уже удовлетворены приставами. Узнать о сумме задолженности за отопление и горячее водоснабжение можно на Беломорском 6 или на сайте службы судебных приставов. Сегодня Всемирный день инвалидов ежегодно. В этот день сотрудники ГИБДД проводят специальный рейд. Выезжают на парковки к крупным торговым центрам и проверяют, кто занимает места для людей с ограниченными возможностями. Выяснилось, сознательность северодвинцев оставляет желать лучшего. Парковочные места вот с такими значками у крупных универмагов и учреждений города зачастую пустуют. Этим пользуются несознательные водители. Как, например, в этом случае. Сегодня во Всемирный день инвалидов восстановить справедливость и предупредить нарушение правил дорожного движения вышли сотрудники ГИБДД. Рейд начали от торгового центра на проспекте Морском. В 15-метровой зоне от знака припаркованы сразу три автомобиля. Еще одна автовладелица уехала за несколько минут до приезда инспекторов. Остальным придется заплатить штрафы. Административная ответственность предусмотрена за это. Штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Но, как показывает практика, у нас есть водители, которые останавливаются. В тех местах, где у нас остановка и стоянка, транспортный средств предназначен для инвалидов. Мы еще раз обращаемся ко всем участникам дорожного движения, чтобы они проявляли уважение, сочувствие, понимание. По состоянию на прошлый год в Северодвинске было зарегистрировано 42 водителя с ограниченными возможностями. Сколько из них пользуются личным транспортом, статистика умалчивает. Однако, по закону, число парковок для людей с ограниченными возможностями у крупных магазинов и различных учреждений должно составлять не менее 10% от общего количества мест для автомобилей. Размер социального пособия на погребение в Архангельской области предлагают увеличить вдвое. Таким образом, оно может вырасти до 12 тысяч рублей по области и до 17 тысяч в нашем городе. Инициативу рассмотрят на декабрьской сессии областного парламента. Сейчас в Северодвинске размер социального пособия на погребение составляет 7 тысяч рублей. Хотя стоимость погребения превышает 20 тысяч. В случае увеличения размер пособия в городе Корабелов составит почти 17 тысяч. Северодвинские депутаты пошли другим путем. Горсовет рассмотрит на ближайшей сессии увеличение пособия на коэффициент инфляции. Цифра в таком случае увеличится на 388 рублей. Чтобы двукратно увеличить существующее пособие, потребуется предусмотреть в бюджете пенсионного фонда страны дополнительно до 12 миллиардов рублей и в бюджете фонда социального страхования 716 миллионов. Всероссийская акция «Бессмертный полк» в 2015 году будет еще масштабнее. По предварительным оценкам, в нашем городе в шествии примут участие 3,5 тысячи северодвинцев. Тогда как в 2014 с портретами своих героев вышли 700 человек. Организаторы уже готовятся к празднованию 70-летия Великой Победы. Уже известно, изменится маршрут движения «Бессмертного полка». Стартовать колонна будет от Дворца молодежи «Строитель». А вот вопрос конечного пункта движения пока прорабатывается. К акции в 2015 году присоединятся и городские библиотеки. От горожан они будут принимать заявки, портреты участников войны и их истории. В этом году «Бессмертный полк» зарегистрировался как некоммерческая организация, всероссийская. Есть устав. И в соответствии с уставом мы пользуемся теперь всеми юридическими основаниями для того, чтобы защищать цели и задачи организации, ну и в том числе даже в суде. Одно из положений устава гласит, что «Бессмертный полк» не может быть имиджевой площадкой. Использование любой корпоративной или иной символики во всем, что не имеет отношения к акции, исключено. Принимать заявки в нашем городе начнут уже в январе будущего года. Окончательный срок – 5 мая. Кстати, во главе шествия появится и новое изображение. Официальным символом «Бессмертного полка» станет звезда, в центре которой летит журавль. Только за одно лето северодвинские поисковики подняли останки 192 бойцов. Имена 12 из них установили по смертным медальонам, хотя они могли так и остаться неизвестными. Сегодня в стране впервые отметили День неизвестного солдата. Не стал исключением и наш город. На рассвете почтили память неизвестных солдат первые лица города. Мэр Михаил Гмырин, председатель горсовета Владимир Милехин и председатель Совета ветеранов войны и труда Владимир Шеляков. К вечному огню они возложили цветы. Впервые отметить День неизвестного солдата решили и школьники. В почетный караул к памятному знаку сегодня встали юные патриоты Северодвинска. Я считаю, что надо помнить этот день, потому что все-таки люди за нас воевали, даже неизвестных надо помнить. Отдавали свои жизни за наше будущее. Это память. Надо отдавать дань этим людям, потому что они воевали за нас. 3 декабря 1966 года прах неизвестного солдата, похороненного во время Великой Отечественной войны в братской могиле, был перенесен в Александровский сад. До сих пор имена многих погибших солдат остаются неизвестными. В честь памятной даты в школах города прошли классные часы встречи с ветеранами и поисковиками. Патриоты школы номер 13 караул несли у Знамени Победы. Смена, стой, налево, на пост заступить. Проводим такую акцию, красная ленточка называется. И обращаемся к ребятам, если ты причастен, если ты чувствуешь какую-то свою сопричастность к этому событию, повежи красную ленточку себе на грудь. Я знаю, что это значит, что надо помнить о Великой Отечественной войне, что каждая семья сражалась за победу, чтобы победила правда и чтобы немцы не захватили весь мир. Только за лето 2013 года северодвинские поисковики подняли останки 192 бойцов. Лишь 12 из них обрели свое имя. Не так давно останки одного из павших, красноармейца Василия Никифоровича, были переданы его родным. Марина Хохлова, Анастасия Пшеничникова, Денис Богданов, Вестник Северодвинска. Стать героями наших сюжетов можете и вы. Обо всем интересном, что происходит рядом, сообщайте по телефону 580-700 или пишите номер 8-911-0580-700. 142 года назад обнаружено начало легенды о всемирном потопе. Глиняные таблички датировались третьим тысячелетием до нашей эры. Через год издатель газеты «Дейли Телеграф» организовал экспедицию и нашел недостающие фрагменты. Затем был еще ряд раскопок. На них издатель заболел дизентерией и умер. Его жене и детям королева пожаловала ежегодную пенсию в 150 фунтов. Ну а теперь о погоде. Слово Ольге Матвеевой. Морозная и снежная погода ожидает нас в четверг. Здравствуйте. О метеопрогнозах на завтра расскажу вам сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Получил СМС-ку, сняли деньги с банковской карты. В городе новый вид мошенничества. С помощью звуков и рисунков слабовидящие теперь могут познакомиться с народными промыслами. Дадут фору молодым. В городе стартовало первенство по волейболу среди ветеранов. О метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор Ивановский текстиль. 4 декабря, по данным Гесметио, в Северодвинске ночью ожидается 14 градусов мороза. Днем будет минус 9. Пасмурно, утром снег. Ветер восточный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти. И к вечеру составит 759 миллиметров ртутного столба. По народному календарю 4 декабря введение. Начало настоящей зимы. Введение пришло, зиму привело, говорили люди. Верили, что в этот день по улицам проезжает сама зима. В белоснежной шубе на тройке лошадей. Мороз и солнце в этот день означали, летом будет добрый урожай хлеба. Сильная зима готовь за крома. Согласно приметам, если этот день окажется морозным, то и все рождественские дни будут холодными. Какой бы ни была погода, вас согреет наш спонсор Ивановский текстиль. При покупке постельного белья подушка в подарок. Выставка продажа пройдет 3 и 4 декабря в ЦК Омна Бычука 2. На этом у меня все. И несмотря на морозную погоду, желаю вам солнечного настроения. До свидания. Изделия Ивановского текстиля создадут для вашего дома особое настроение и комфортные условия для полноценного сна. На Ивановской текстильной ярмарке вы найдете продукцию высокого качества с постоянно растущим ассортиментом. Новинка сегодня 5D эффект. Благодаря многократному нанесению оттенков, постельное белье намного ярче и выразительнее. Дорогие наши покупатели, мы привезли вам продукцию ведущих иванских производителей. У нас в большом ассортименте представлено постельное белье из поплина, бязи, сатина. Домашний текстиль, костюмы, платья, халаты, подушки из бамбука, верблюжьей шерсти, эвкалипты или бяжьего пуха. Одеяло, покрывало и пледы. Как из стопроцентного хлопка, так и синтетики. Выставка продажа пройдет 3 и 4 декабря в Центре культуры и общественных мероприятий. В торговом доме «Калаш» сезон очень низких цен. Пряжа для вязания – 59 рублей. Наборы для вышивания – 39 рублей. Фетр для рукоделия – 39 рублей. Лови момент во всех отделах торгового дома «Калаш». Внимание! В «Про-бизнес-банке» новогодний суперкредит под 18% годовых. Возьми в декабре. «Про-бизнес-банк» 53 95 95. В эфире «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. Запрещенные препараты для похудения распространяли в салоне красоты. Архангел Огородка привезла их из Казахстана. Розничная торговля изъятыми средствами на территории России запрещена. Из-за содержания сильно действующего сибутрамина деятельность пресекли наркополицейские. Одноработница салона отправится в тюрьму на 3 года и 10 месяцев. Ее подельница получила 2 года 2 месяца условно. О происшествиях в нашем городе в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики «Протокол» – компания «Антал». Компания «Антал». Изготовление и установка окон, рулонные шторы и жалюзи. Опыт работы более 10 лет. Спешите! При заказе окна до 26 декабря энергосберегающее стекло в подарок. «Антал» от Женикидзе 2. Телефон 54 00 24. Получил СМС-ку, перешел по ссылке и лишился всех денег на банковской карте. Новый вид мошенничества процветает в Северодвинске. Деньги похищают с банковских карт, которые подключены к услуге мобильный банк. Все пострадавшие – обладатели смартфонов с операционной системой Android. Сначала на телефон приходит СМС или ММС-сообщение. В нем предлагают перейти по ссылке, чтобы посмотреть, например, фотографии или другую информацию. При переходе мошенники получают доступ ко всем средствам, которые лежат на банковской карте. При открытии данного сообщения в телефон устанавливается вредоносное программное обеспечение, с помощью которого берется управление вашим счетом, к которому подключен мобильный банк, третьими лицами. С начала года в городскую полицию заявления поступили от полусотни граждан. Мошенники сняли с их карт от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Подпольный игровой зал накрыли сотрудники ОБЭП. 16 одноруких бандитов располагались на втором этаже Торцева-1Б, на первом – автомойка. Как заявил администратор, работает зал две недели, вход в него был законспирирован. Чтобы попасть внутрь, необходимо стучаться. Через глазок работники зала узнавали, проверен ли ли клиент. Лишь после этого он попадал вовнутрь. Организатор азартных игр сейчас устанавливается. Ему грозит до полумиллиона рублей штрафа. Либо лишение свободы на срок до трех лет. Человек, которого вы сейчас видите на экранах, может быть причастен к совершению преступления. Помощи просит полиция. Конфликт между двумя компаниями молодых людей произошел 13 августа. В результате конфликта, произошедшего между группой молодых людей, одному из потерпевших было причинено живое ранение. Конфликт произошел у дома 103 по улице Ломановсова. В настоящее время устанавливается личность молодого человека, который, возможно, причастен к совершению данного преступления. Всех, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке, просят обращаться по телефону 8 953 930 0505 или 02. Личность еще одного мужчины сейчас устанавливают полицейские. По их версии, этот человек причастен к совершению ряда краж из магазинов города. На вид мужчине 35-40 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. Был одет в черную куртку, черную бейсболку и черные джинсы. Во время совершения краж при себе имел черный рюкзак, коричневую мужскую сумку или поэтиленовые пакеты. Все, кто обладает информацией об этом человеке, просят сообщить по телефону 56 65 27 56 05 58 или 02. Они умеют видеть руками прекрасное. Окружающий мир для слабовидящих и незрячих северодвинцев стал шире и привлекательнее. С новым проектом в наш город приехали гости из Новосибирска. О традициях русских народных промыслов и их доступности для людей с ограниченными возможностями наш следующий видеоматериал. Хохлома, городецкая роспись, каслинское литье, промыслы из разных регионов России не только разглядывали, больше ощущали. Мир для слабовидящих и незрячих северодвинцев сделали шире и интереснее представители областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих из Новосибирска. Культурно-историческое наследие теперь доступно людям с ограниченными возможностями. И незрячий человек, и незрячий студент, и школьник, они смогут достаточно подробно узнать и об истории промысла, и об особенностях развития этой традиции, и о приемах, которые использовали мастера. Новосибирский проект меняет представление об окружающем мире. Сочетание современных технологий и многовековых знаний, и вот перед нами уникальные многоформатные издания для знакомства слабовидящих с народными промыслами. Есть аудиобеседы, трехмерные рисунки и модели реальных объектов города. Гости из Новосибирска создали специальный познавательный комплекс. Он позволяет даже при полной потере зрения познакомиться с особенностями народных промыслов. То, что мы сделали, вот смотрите, вот насколько это меняет, ну скажем, представление об окружающем мире. Такого еще не было. Почти 60 лет общество слепых в Северодвинске объединяет, поддерживает и духовно развивает тех, кто лишен возможности видеть. Здесь поют, декламируют и пишут стихи, участвуют в спортивных соревнованиях, например, по ориентированию. Эта встреча подарила новые тактильные ощущения, знания и впечатления. Инвалидные организации в городе не просто существуют, они развиваются. И может быть кто-то, увидев этот репортаж, поймет, что если Бог тебя обделил зрением, значит у тебя в душе что-то другое. И есть люди, готовые тебя принять и поддержать в этом направлении. И несмотря на то, что ты, может быть, не можешь видеть глазами, ты увидишь душой и сердцем, что есть союзники и возможность реализоваться в творчестве. Люди с ограничениями по зрению имеют уникальную способность, которой лишены многие. Они видят руками, иногда больше, чем остальные. Ольга Савинова, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска. Твоя культура, твоя музыка, твое общение, твой спорт. Все, что важно и интересно. Городской телеканал Северодвинска. Смотри нас 24 часа в сутки. Будь в курсе всех событий. Руссо-туриста. Туры хоть куда. На Омоносово 100. А теперь и новый адрес на Индустриальной 53. Найти нас легко около кинотеатра Родина. В киосках Роспечати всегда большой выбор печатной продукции. А также игрушек и сувениров с символикой города. Здесь вы можете приобрести проездные билеты и оформить подписку на городские газеты. Роспечать всегда рядом. Вестник Северодвинска о спорте. Сразу в двух спортивных залах города стартовало первенство по волейболу среди ветеранских мужских команд. Самый упорный матч выдали дружины «Малоавто» и «Севмаш-1». Спонсор рубрики – магазин «Спорттовары». Встречай зиму вместе с магазином «Спорттовары» и будь ближе к спорту. Зимний ассортимент уже в продаже. Санки, лыжи, коньки, термобелье и многое другое. Лыжные ботинки от 899 рублей. Коньки от 999 рублей. Палки для скандинавской ходьбы всего за 699 рублей. Спорттовары. Подари семье здоровье. Ломоносова, 78. В первенство города среди ветеранов принимают участие 6 волейбольных команд. «Севмаш-1» и «Два», «Энергия», «Малоавто», «Олимпия» и «Авторитет». Самым боевым получился матч между первым «Севмашем» и дружиной «Малоавто». По ходу первого сета соперники играли на равных, но концовку выиграли «Севмашевцы» 25-19. Во второй партии градус игры накалился до предела. Несмотря на статус ветеранов, волейболисты обеих команд не желали проигрывать и отдавали все силы борьбе. До середины сета счет был ничейным, но дружина «Малоавто» дрогнула в концовке и проиграла партию 25-21, а с ней и матч. Я скажу, мы сейчас готовимся к Вельску. Там будут областные соревнования, переносные ветеранов. И поэтому сейчас этот турнир нам поможет набрать форму и замечательно чувствовать себя на площадке. Ну, не хватило как бы немножко везения, наверное, не хватило больше всего, потому что играли вроде как команда хорошо. Тем более «Севмаш» у нас чемпион среди ветеранов. Я думаю, что мы сыграли достойно. Ровный счет был почти 25-22. Нормальный счет. Потому что считаешь, что сыграли команда хорошо. Ну, победили все-таки те, кто играет лучше. В оставшихся матчах Олимпия переиграла авторитет 25-15-25-19, а дружина «Энергия» уступила 15-25-14-25 второй команде «Севмаш». Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. На открытом первенстве Вельского района северодвинские дзюдоисты завоевали 18 медалей разного достоинства. В соревнованиях приняли участие более 250 борцов из 10 городов Архангельской области и Вологды. На открытом первенстве Вельского района под дзюдо выше всяческих похвал выступили наши девушки. Из пяти золотых медалей северодвинской команды четыре на счету слабого пола. Первое место завоевали Агюн Бартенева, Ульяна Шичкова, Софья Власова и Полина Дудко. Лишь Богдан Башлыков среди юношей поднялся на верхнюю ступеньку педестала. По серебряным медалям девушки также оказались результативнее. Только Артем Флорескул разделил радость второго места с Ириной Мордовской и Александрой Ступиной. Бронзовые награды оказались самыми урожайными для северодвинской команды. Две медали на счету девушек и восемь завоевали юноши. Всех борцов подготовил тренерский штаб ДЮСШ-2. Материалы выпуска вы можете посмотреть на нашем сайте северодвинск.тв. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Юридическое агентство «Статус» окажет все виды юридических услуг. Гражданские военные юристы, адвокат. Мы предлагаем рассрочку оплаты юридических услуг, скидки пенсионерам и всем категориям льготников, а также бесплатные консультации, подготовка любых документов, представительства в суде. Подчеркни свой статус вместе с юридическим агентством «Статус». Советская 56, Радуга 3, этаж, офис 405. Выгодное размещение рекламы на телеканалах «Звезда» и ГТРК «Северодвинск» 58-30-60. Изделия Ивановского текстиля создадут для вашего дома особое настроение и комфортные условия для полноценного сна. На Ивановской текстильной ярмарке вы найдете продукцию высокого качества с постоянно растущим ассортиментом. Новинка сегодня 5D-эффект. Благодаря многократному нанесению оттенков, постельное белье намного ярче и выразительнее. Дорогие наши покупатели, мы привезли вам продукцию ведущих иванских производителей. У нас в большом ассортименте представлено постельное белье из поплина, бязи, сатина. Домашний текстиль, костюмы, платья, халаты, подушки из бамбука, верблюжьей шерсти, эвкалипты или бяжьего пуха. Одеяло, покрывалы и пледы, как из стопроцентного хлопка, так и синтетики. Выставка продажи пройдет 3 и 4 декабря в Центре культуры и общественных мероприятий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ресторан Северный, улица Пионерская, 6А, телефон 500-155. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ветер восточный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 759 миллиметров ртутного столба. Пасмурно, утром возможен снег. Температура ночью минус 12-14, днем от 9 до 11 градусов ниже нуля. Спонсор прогноза погоды – ресторан Северный. Уютная атмосфера и хорошее настроение. Ресторан Северный, Пионерская, 6А. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова